Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые приглашенные наши товарищи. Я вас прошу всех зарегистрироваться. Идет регистрация. Уважаемые коллеги, из 27 депутатов на сегодняшнем заседании присутствует 25. Кворум у нас имеется, и мы начнем нашу работу. Заседание 11-й внеочередной сессии Народного курала парламента Республики Камыки объявляю открытой. Для приветствия государственных символов Российской Федерации и Республики прошу подняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу садиться, уважаемые коллеги. В работе сессии Народного курала сегодня принимает участие глава Республики Калмыкия Вату Сергеевич Хасиков, главный федеральный инспектор по Республике Калмыкия Беляев Александр Викторович, исполняющий обязанности председателя правительства Республики Юрий В. Зайцев, заместитель председателя правительства Республики Басханжиевна Геляна Герасимовна, руководитель администрации главы Республики Бериков Чингис Николаевич, представитель главы Республики в Народном курале Манжиев Араш Алексеевич, член общественной палаты Российской Федерации Лев Тюрбеевич Мухлаев, руководители судебных правоохранительных органов Республики Сангаджиев Артур Владимирович, это наш заместитель председателя Верховного Нуса Республики Калмыкия, Ванькаев Батар Сергеевич, председателя арбитражного суда, Амханев Виктор Борисович, начальник управления Министерства юстиции, Булкин Павел Николаевич, начальник управления Федеральной службы безопасности, Никифоров Сергея Анатольевич, министр внутренних дел Республики Калмыкия, Мухортов Роман Сергеевич руководитель УФСИН России по Республике Калмыкия, главный судебный пристав, Нусхинова Лариса Николаевна, заместитель руководителя управления Казначейства по Республике Калмыкия, Ларьев Вячеслав Николаевич, исполняющий обязатель руководителя управления Федеральной налоговой службы, Мишевский Игорь Евгеньевич, заместитель начальника МЧС России по Республике Калмыкия, Также, кроме того, присутствует, я извиняюсь, здесь вот некоторую очередность нарушили мы, Тютюник Роман Николаевич, прокурор Республики Калмыкия. Уважаемые коллеги, кроме правоохранительных судебных органов, присутствуют руководители Министерства ВЕС, которые приглашены в соответствии с должностными полномочиями, представители общественных объединений, наша общественность, ну и, конечно, наши ответственные работники Народного Урала и аккредитованные журналисты. То есть, тот список, который мы хотели видеть, он сегодня, все товарищи сегодня здесь. Уважаемые коллеги, нам для дальнейшей работы необходимо избрать секретариат. Сегодня его предлагается возглавить депутату Мергульчееву Батрискреевичу, как вы знаете, у нас все по алфавиту, и включить в состав работников Народного Урала, Парламента, Республики Калмыкия, для того, чтобы вести протокол сегодняшнего мероприятия. Батрискреевич, вы не возражаете? Нет. У вас проект постановления, уважаемые коллеги, есть на руках по секретариату. Прошу определиться с голосованием. Большинство достигнуто, решение принято. Уважаемые коллеги, я прошу очень внимательно относиться к голосованию. Еще раз напоминаю порядок голосования. Нажимается сначала кнопочка первая, а затем в зависимости от вашей воли. За, против, воздержался. Уважаемые коллеги, у вас имеется проект повестки дня. Кто за то, чтобы принять ее за основу? Прошу проголосовать. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Есть какие-то замечания? Нет замечаний? Есть предложение принять в целом? Прошу определить свою позицию. Позвольте. Позвольте. А мы же голосуем. Нам следует. Просите сейчас голосование. У меня предложение включить повестку дня вопроса. Куда вы так торопитесь? Я работаю по регламе. Автомат выстреливает? Да. Вы еще не услышали? Значит, вы давайте рассмотрелись и сразу голосуете. Значит, ну если вы настаиваете, значит, сам вопрос можете озвучить, а мы выверзем общее понимание. Давай мнение вернем. Меня попросили включить, зачитать резолюцию митинга, который вчера прошел на площади Победы. Можете вмешать? Вопрос обсуждения повестки дня. Уважаемые друзья, значит, я прошу прощения. Разного нет. Но, уважаемые коллеги, значит, мы получили эту резолюцию. Эту резолюцию мы довели до сведения депутатов. Депутаты в курсе дела по этой резолюции. Поэтому, если вы настаиваете на том, что включить бы эту резолюцию неподготовленным, неосмысленным, ее принесли бы в 9.50. Значит, ее не прочитал ни я, ни юристы, не выразили свою позицию депутаты. И вот так бессмысленно сразу включать повестку дня. Там много предложений, которые следует обсудить. Но на это потребуется время. Поэтому я считаю это нецелесообразно. Если вы настаиваете депутатам, мы можем проголосовать. Резолюцию мы получили. Никто и не требует сейчас прям принимать решение. Я же этого не сказал. Не обсуждать. Значит, уважаемые коллеги, значит, поступило предложение депутата Манжиева. Включить в повестку дня резолюцию. Он ставит конкретный вопрос. Включить в повестку дня вы ставите вопрос? Обсуждение. Обсуждение. Если он ставит, то обсуждение. Поэтому я ставлю на голоса. Уважаемые коллеги. Есть вопрос, который внес председатель. Он единственный внеочередная сессия. И есть вопросы, которые предлагает обсудить товарищ Манжиев, не изучив, не ознакомившись с документов. Это второе предложение. Поэтому, уважаемые друзья, я предлагаю выразить свою позицию по предложению Намсиева Викторовича. Значит, включать повестку дня или не включать повестку дня. Включен режим голосования. Вы определитесь. Вы говорите, не изучив. Вы же сказали, сейчас всем вручили, все прочитали. Вопрос только обсудить. Нет, прочитать и изучить разные вещи. Давайте вы не передергивайте. Это вы передергиваете? Нет, я ваше предложение ставлю на голосование. Прошу, уважаемые коллеги, определиться по предложению Манжиева. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вопрос не проходит. Ставлю на голосование по утверждению повестки дня в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Анатолий Васильевич, минутку еще. Значит, давайте мы проголосуем. Позвольте мне зачитать тогда эту резолюцию. Значит, у нас не предусмотрено в регламенте это сказать. Все знают эту резолюцию. Значит, прошу проголосовать. Я должен официально зачитать. И прошу разрешения мне дать возможность это сделать. Уважаемые коллеги, не политизируйте ситуацию. Давайте проголосуем за повестку дня в целом, уважаемые коллеги. Повестка дня утверждена. Уважаемые коллеги, я свою позицию как председатель выразил и считаю, что нет целесообразности включаться в обсуждение материала, который мы посмотрели буквально за 10 минут. Поэтому мы продолжаем нашу работу. Позвольте мне зачитать эту резолюцию. Значит, мы продолжаем нашу работу. Анатолий Васильевич, я обращаюсь к вам. Позвольте зачитать мне эту резолюцию. Мы продолжаем нашу работу. Нет, вы ответьте, да, отказываете мне или что продолжаете? Мы получили резолюцию, мы ознакомлены, слушать. Это вы уже три раза сказали. А вы пять раз попросили. Поэтому, уважаемые... Вы мне дайте отказ или согласие, я не пойму. Сергей Петрович, я прошу продолжить нашу работу. Уважаемые коллеги, в связи с мнением депутата и моим мнением, как председатель, мы продолжаем нашу работу. Повестка дня утверждена и мы приступаем к рассмотрению главного основного вопроса повестки дня. Он именуется так. Постановление Народного Хурала Парламента Республики Калмыкия о председателе правительства Республики Калмыкия. Вносится главой. Глава Республики предложил доложить нам Чингис Николаевичу Береку. Чингис Николаевич, руководитель администрации, пожалуйста. Чингис Николаевич, пожалуйста, до 10 минут. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается представление главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича на кандидата Зайцева Юрия Викторовича на должность председателя правительства Республики Калмыкия. Зайцев Юрий Викторович в 1996 году окончил военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2004 году Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, в 2018 году Северо-Кавказский федеральный университет, в 2019 году высшую школу государственного управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Юрий Викторович имеет ученую степень кандидата экономических наук. Зайцев обладает качествами эффективного регионального руководителя, его отличает стратегическое мышление, аналитические способности, профессионализм, коммуникабельность, толерантность, высокая самоорганизация, ответственность, честность, принципиальность, требовательность. Благодаря индивидуальным качествам Юрия Викторовича правительству Республик Калмыкии за период с апреля по настоящее время удалось решить ряд первоочередных задач социально-экономического развития Республики, организации рабочих визитов Республики, руководителя федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний. Правительством Республики совместно с Минприроды России своевременно в краткий срок подготовлен проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия. Проект индивидуальной программы включает 246 мероприятий. Общий объем финансирования за период 2019-2024 года составляет 117,99 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 39 миллиардов и 16 сотых, консолидированного бюджета Республики 810 миллионов рублей, небюджетных источников 78 миллиардов и 2 миллиона рублей. Реализация индивидуальной программы позволит решить ключевые вопросы социально-экономического развития Республики, установление для региона предельного уровня софинансирования из федерального бюджета в размере 99%. Юрий Викторович возглавляет Президиум Совета при главе Республики по стратегическому развитию и национальным проектам. Обеспечивает постоянный контроль за реализацией 10 национальных проектов, координацией мероприятий по 45 региональным проектам. На реализацию национальных проектов на 2019 год за счет всех источников предусмотрены 3,8 миллиарда рублей. Своевременное осуществление национальных проектов и программ на территории Республики положительно скажутся прежде всего на увеличение продолжительности жизни населения, создание комфортной среды обитания для жителей Республики. К 2024 году в Калмыкии будет построено и модернизировано более 40 объектов социальной сферы региона, расселены жители аварийных домов, благоустроенные общественные пространства муниципальных территорий. Более 600 километров дорог регионального значения будет приведено в нормативное состояние. В рамках нацпроекта «Чистая вода» правительством Республики принимаются меры по обеспечению населения качественной путевой водой, решается вопрос снижения тарифов на электроэнергию. Уважаемые депутаты, ориентиры и цели заданы масштабные и сложные. Для их достижения необходима консолидация всего нашего общества. Вы, уважаемые депутаты, представляете прежде всего наших граждан, ваших избирателей, относясь при этом к разным политическим фракциям. Уверен, что интересы благополучия народа Республики для вас, для всех нас – это главное. Рассчитываю на вашу готовность участвовать в общей, слаженной, командной и созидательной работе. Безусловно, ключевая системообразующая роль будет принадлежать правительству Республики. Оно должно быть под руководством Юрия Викторовича сильным, ответственным, готовым к последовательным и решительным шагам. Убежден, что Юрий Викторович способен справиться с возлагаемыми на него задачами и направить все силы на укрепление экономики Республики, улучшение качества жизни людей. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать предложение Бату Сергеевича о назначении на должность председателя правительства Республики Калмыкия Зайцева Юрия Викторовича. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, Чингис Николаевич озвучил предложение главы Республики. Есть ли вопросы к Чингису Николаевичу? Нет, Чингису Николаевичу, присаживайтесь, пожалуйста. Значит, дальше мы продолжаем нашу работу, уважаемые коллеги. И позвольте мне слово предоставить Юрию Викторовичу Зайцеву, исполняющему обязанности председателя правительства по данному вопросу. Юрий Викторович, пожалуйста, прошу на сцену. Юрий Викторович, пожалуйста, прошу на сцену. Уважаемый Бату Сергеевич, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, друзья. Позвольте мне представить основные направления деятельности правительства Республики на перспективу. Также я буду говорить о нашей текущей работе. Динамика показателей позволяет охарактеризовать макроэкономическую ситуацию в Республике как относительно стабильную. По итогам 8 месяцев 2019 года отмечен рост инвестиций в основной капитал, возросли показатели дохода населения, повысилась заработная плата, снизился уровень безработицы. Мы должны иметь четкие ориентиры основных направлений деятельности правительства. Согласно майскому указу президента Российской Федерации, Калмыкия должна стремиться к достижению 9 национальных целей развития. Перед нами всеми стоят важные задачи по развитию Республики. И это прежде всего обеспечение населения качественной питьевой водой, выведение Республики на бюджетную самодостаточность, модернизация социальной сферы. Это здравоохранение, образование, культура, спорт. Повышение доступности и качества городской среды, качества окружающей среды, снятие инфраструктурных ограничений. Здесь, конечно же, основная задача правительства Республики Калмыкия вплоть до 2024 года связана с реализацией национальных проектов. В этом году на 10 национальных проектов у нас запланировано около 3,8 миллиарда рублей. Из них более трех четвертей приходится на федеральные средства. Как отмечено руководством страны, финансовые средства должны строго и по графику превращаться в новые детские сады, в поликлиники, в дороги, в благоустроенные парки. В этой связи требуется повышенная ответственность руководителей региональных проектов по выполнению мероприятий и обязательств по государственным и муниципальным контрактам. По поручению правительства Российской Федерации с июня месяца ведется напряженная работа по формированию индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Определена ее основная цель – это создание условий для ускоренного развития Калмыкии, снятие ограничений, которые на протяжении многих лет сдерживают развитие ее экономики. В результате насыщенной и напряженной работы был сформулирован и рассмотрен, среди прочих, недавно, 10 октября, проект индивидуальной программы на совещании в правительстве Российской Федерации. Уважаемые депутаты, обращаясь к вам, хотел отметить, что индивидуальная программа – это комплекс мероприятий, который должен быть реализован совместной волей всех ветвей власти и бизнеса на благо граждан и процветания республики. Программа содержит 228 мероприятий и 18 инвестиционных проектов с предварительным общим объемом финансирования – 118 миллиардов рублей. Ключевыми мероприятиями программы являются решение проблемы с водоснабжением и вододефицитом, развитие экономики республики, снижение тарифов на электроэнергию, сбалансированность бюджета, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры. Уже сейчас есть первые положительные результаты, направленные на выполнение программы. Снижен предельный уровень софинансирования расходных обязательств республики до 1%. Также правительством совместно с федеральным центром прорабатывается вопрос финансирования работ по проектно-сметной документации на объекты программы за счет федерального бюджета. Обозначены локомотивы экономического роста реального сектора экономики. Для их развития необходимы инструменты стимулирования институционной и предпринимательской деятельности. Поэтому в индивидуальной программе предусмотрены мероприятия по повышению бизнеса активности в республике, такие как создание особой экономической зоны, создание регионального фонда развития промышленности, создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, на капитализацию которой Минэкономразвитие России до текущего года предоставит республике 250 миллионов рублей, снижение тарифов на электроэнергии. Положительное решение данного вопроса позволит остановить процесс снижения количества действующих предприятий на территории республики, а также создаст необходимые условия для новых производственных объектов, развития субъектов малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в республику. До сих пор не принята стратегия социально-экономического развития республики Калмыкия до 2030 года. Министерство экономики и торговли совместно с нашим опорным вузом Калмыцким государственным университетом дорабатывает и внесет на утверждение проект стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочный период. С проведением общественного обсуждения проекта на площадке аналитического центра при правительстве Российской Федерации совместно с Минэкономразвития России. Хочу отметить первостепенность здоровья населения. В республике по всем направлениям национального проекта здравоохранения мы реализуем 6 региональных проектов. Они направлены на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, переоснащение материально-технической базы медицинских учреждений, увеличение оказания жителям республики высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение электронной медицинской карты пациента, электронной записи на прием к врачу. Закоплены меры поддержки медицинских кадров. На каждом этапе нужно понимать, как эта работа непроста, поэтому крайне важен эффективный контроль за реализацией национальных проектов. Министерство здравоохранения продолжит работу по замене 6 сельских фельдшерско-акушерских пунктов, а также совместно с администрациями районных и муниципальных образований прорабатывает вопрос об обеспечении жильем врачей и фельдшеров участников программы «Земский доктор». Будет обеспечивать работу повышением качества оказанной медицинской помощи с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями в рамках региональных проектов. До конца текущего года должна быть завершена реконструкция республиканской больницы имени Женчуева. Обязательство республики – окончить работы в срок и ввести блоки Б и В в эксплуатацию. Поддержка семьи и детей останется в центре внимания работы правительства. Пять региональных проектов нацпроекта «Демография» направлены на увеличение рождаемости, продолжительности жизни населения, включая старшие поколения, и финансовую помощь семьям. Для создания условий занятости женщин, имеющих детей, мы планируем открыть уже в этом году 400 мест в Яслях. В будущем году эта работа будет продолжена. Здоровый образ жизни граждан, возможность заниматься физической культурой и спортом будут обеспечены за счет переоснащения и модернизации спортивных сооружений республики. Следующее направление повышения качества жизни связано и с уровнем образования. Для этого нужна современная школа с развитой цифровой средой, где дети учатся в одну смену. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования в текущем году завершится строительство дополнительного учебного корпуса в Казачьем Кадесском корпусе Республики Калмыкия имени Городовикова в городе Городовиковске. Начато строительство новых школ в селе Троицкое, в селе Малые Дербеты. В 2019 году в помещении «Сити Чесхолл» в городе Элисте будет создан детский технопарк «Кванториум» с установкой новейшего высокотехнологичного научного и исследовательского оборудования. Благодаря регпроекту «Успех каждого ребенка» его открытие планируется в единый день открытия технопарков в России в четвертом квартале 2019 года. Будет продолжена финансовая поддержка учреждений, реализующих научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия. В настоящий момент утвержден новый порядок финансовой поддержки. Для развития социальной сферы на проекты в демографии, здравоохранении, образовании в ближайшие три года мы выделим в общей сложности более 2 миллиардов рублей. Сделать культурные события более доступными для людей в разных уголках нашей Республики – главная задача национального проекта «Культура». В этом году на все мероприятия предусмотрено 75 миллионов рублей. Уже в конце года в поселках Шата, Первомайский, Челгиб появятся новые сельские дома культуры. Еще одно направление, которое работает на повышение качества жизни – это улучшение жилищных условий и городской среды по национальному проекту. Правительством будет утвержден план мероприятий, так называемой дорожной карты, по развитию индивидуального жилищного строительства, а также создан фонд защиты прав участников долевого строительства Республики Калмыкия. В целях получения федеральных субсидий нами поставлена задача до конца года совместно с администрацией города Листы провести мероприятие по подготовке необходимой документации на инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей. В 2019 году стартовал новый этап расселения граждан из аварийного жилья. В соответствии с федеральным проектом по переселению в Республики будет расселено только треть от общего количества аварийных домов. Для того, чтобы расселить в один этап аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, работаем с фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по доведению нам всего объема средств, предусмотренного на реализацию программы переселения. Досрочное завершение действующей программы переселения позволит приступить к расселению аварийного фонда, призванного таковым после 1 января 2017 года. Также продолжим проработку вопроса о финансировании из федерального бюджета мероприятий по заведению лифтового оборудования, отработавшего нормативные сроки СУЗБО. Также будем работать над созданием комфортной для граждан городской среды. В этом мероприятии проекта осуществляется в этом году в семи муниципалитетах, в которых будет благоустроено 8 общественных пространств. На эти цели предусмотрено около 104 миллионов рублей. За период реализации проекта планируется благоустройство 60 общественных пространств. Мы продолжаем строить и ремонтировать дорогу. В течение ближайших 6 лет будет реализован национальный проект безопасной и качественной дороги. Общая сумма средств, которые Калмыкия получит за 6 лет, свыше 9 миллиардов рублей. Только в текущем году расходы составят 1 миллиард рублей. Они будут направлены на ремонт 53 километров региональных автодорог, 18 километров автодорог местного значения, вошедших в Элистинскую городскую агломерацию. Выполнена работа на региональных дорогах на уровне 85%. Однако, имеется риск неуполнения запланированных работ на пяти городских объектах в случае наступления неблагоприятных природно-климатических условий. Для выполнения запланированных объемов работ правительством республики и администрации города принимаются все необходимые меры. Пожалуй, самая насущная проблема водообеспечения, в том числе обеспечения качественной питьевой водой населения. Отмечу еще раз, что на фоне ухудшения качества питьевой воды правительством республики, вызвав взаимодействие с федеральными органами на различных площадках, обсуждаются меры улучшения качества воды и недостаточности запланированных средств. Федеральный проект «Чистая вода» предусматривает 640 миллионов рублей. В 2019 году в мероприятиях проекта участвует город Лагань. Для обеспечения более 80% населения республики Калмыкия качественной питьевой водой дополнительная потребность составляет 6,7 миллиарда рублей. Фактически на сегодняшний день обеспечено качественной водой 7,4% населения. В этой связи глава республики Калмыкия обратился в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой о дополнительном увеличении объема финансирования мероприятий федерального проекта для республики Калмыкия и соответствующие поручения даны правительству Российской Федерации. В настоящее время вопрос выделения дополнительного финансирования прорабатывается с неустроем России. Необходимо подготовить документации, включая проект насметный, на объекты, запланированные к строительству, по решению вопросов водообеспечения. Мероприятия по обеспечению населения республики качественной питьевой водой включены в проект индивидуальной программы социально-экономического развития республики Калмыкия. Уважаемые депутаты, на достижение поставленных целей по улучшению качества жизни также должны влиять меры, необходимые для создания сильной экономики. Решать задачи по модернизации экономики невозможно без привлечения инвестиций. Здесь необходима кропотливая, скоординированная работа законодательной, исполнительной и местной властей. Создание условий, поиск инвесторов и развитие конкуренции для руководителей столицы, районных муниципальных образований должны стать основными задачами. Нужно активно привлекать частный бизнес, улучшать деловой климат. Для этого необходимо несколько условий. Нуждается в перестройке сфера контроля и надзора за избавление бизнеса от избыточных и порой бессмысленных требований. И по поводу конкурентных условий. Они касаются малого и среднего бизнеса. Есть риски в его деятельности. Это их закредитованность, проблемы с кредитной историей, сложности участия в программе льготного кредитования. В таких условиях принято решение о создании на территории республики в 2019 году микрофинансовой организации. В основной отрасли экономики республики в сельском хозяйстве объем валовой продукции за январь-август составил 15,3 миллиарда рублей. В целях роста валового сбора зерновых, зернобобовых, масляничных и кормовых культур, рационального использования сельскохозугодий необходимо увеличить размер их посевных площадей. Для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, включая наращивание продукции на экспорт, в правительствах республики намечены меры по вводу в эксплуатацию земель регулярного и инициативного орошения, проведение реконструкции земель лиманного орошения. В настоящее время проводятся гидромиллиаративные работы по реконструкции на участках регулярного орошения с внедрением широкозахватных дождевальных машин. Продолжается господдержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе по рекпроекту создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, национального проекта малой и средней предпринимательства, и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 89 миллионов. Мы строим, я считаю, это очень важное достижение, взвешенную и ответственную бюджетную политику. Доходы республиканского бюджета составляют 15 миллиардов 977 миллионов рублей. Расходы бюджета должны обеспечивать выполнение взятых обязательств, в том числе и социальных. Главным направлением бюджетных расходов в этом году является, безусловно, реализация национальных проектов и программ. Немаловажна и законотворческая деятельность, которую мы намерены совместно выполнять с депутатским корпусом. Уважаемые депутаты, уважаемый Бату Сергеевич, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мы в установленном порядке продолжим нашу работу, то есть вопросы. Какие мы можем... Пожалуйста, Халгайов. Поднимайте, нажимайте, я вас изымяюсь. Добрый день. Бату Сергеевич, Юрий Викторович, все приглашенные. Хотел бы обратиться к вам, Юрий Викторович, с таким вопросом, с таким предложением, как ветеран боевых действий по вопросу условия получения жилья ветеранами боевых действий. Сегодня жилищная законодательство предусматривает право отдельной группы граждан страны на получение помощи в случае приобретения или послойки жилища. Ветераны боевых действий входят в перечень лиц, имеющих право на вышеуказанную помощь. Поддержка данной категории населения заключается в выделении средств в форме жилищной субсидии в зависимости от индивидуального положения обратившегося гражданина. Чтобы реализовать предоставленную возможность, ветеран должен отвечать требованиям и условиям, указанным в действующем законодательстве. Регламентировать данный вопрос, это законодательный адрес федеральный закон, но я не буду сейчас о нем говорить, да, номер 5 от 1995 года, что финансирование осуществляется из госбюджета и основными условиями предоставления жилищной субсидии является признание обратившегося лица, испытывающего потребность в улучшении жилищных условий. Согласно пункту 3 этого закона, вышеуказанного объем выделяемых средств зависит от количества граждан, располагающих правом на данный вид помощи стоимость жилища в регионе проживания ветеранов. Площадь рассчитывается, исходя из 18 квадратных метров на человека. Проведение процедуры обеспечения жилищем ветеранов боевых действий в каждом регионе страны регламентировано индивидуально, путем принятия соответствующих законов либо нормативных актов. Финансирование осуществляется по очереди, которая формируется из всех подданных заявлений. Жилищный вопрос ветеранов боевых действий на сегодня остается именно в Калмыкии остро и стоит актуально. На сегодняшний день государство предлагает такие способы решения проблемы, как военная ипотека, единая денежная выплата, долгая социальная найма, жилищная субсидия. У нас в республике не всем доступны данные и виды помощи для ветеранов боевых действий. У нас насчитывается порядка 200 ветеранов боевых действий, которые сегодня стоят на очереди и которым положено субсидии из федерального бюджета. По конкретнее предложение Ваше, пожалуйста. Конкретно, что можно в этом случае предложить? В республике на примере листы разработать и принять ведомственную целевую программу, например, ведение того же Министерства строительства и транспорта в республике Калмыкия, так как уже есть опыт работы в данной категории. Назвать программу, например, ведомственная целевая программа «Жилье для ветеранов боевых действий» и «Семей педагогических вернослужащих». Главным распределением бюджетных средств программы будет в Министерстве республики Калмыкия. Что бы хотелось подразумевать под этой программой? Это строительство жилого многоэтажного дома для ветеранов боевых действий. При финансовом участии республиканского бюджета, муниципального бюджета и личных финансовых средств, это личные вложения, кредиты, ипотека, а также федеральных субсидий ветеранам по мере поступления. Я еще раз говорю, на сегодняшний день это порядка 590 тысяч рублей на одного ветерана. Если мы привлечем эти субсидии, во-первых, для строительства дома, для ветеранов, необходимо предоставление правительством республики Калмыкия, либо муниципалитетам земельного участка для строительства дома, а также обеспечение подведением коммуникации администрации, допустим, города и листы, и соотношение финансового участия в программе, например, таково, можем ли мы рассчитывать на республиканский бюджет в размере 20%, муниципальный 10% и средства ветеранов, это 70%. И в этой связи хотелось бы, Юрий Викторович, получить вашу поддержку в лице правительства в данном вопросе, поскольку выступает с инстивой от лица ветеранов боевых действий. Спасибо. Понятен вопрос, инициатива, ваша позиция, и как будем поступать в вашем правительстве? Виктор Валерьевич, у нас есть такой опыт, это дом, построенный для учителей, именно по такому принципу, о котором вы говорите. Позиция правительства, естественно, эту практику поддерживает. Единственное, но, конечно, необходимо прорабатывать это, я вот в конце сказал, про формирование, правильное формирование бюджетной политики нашей. Естественно, при предусмотрении, при возможности предусмотреть, например, на будущий год, а бюджет как раз сейчас у нас формируется, подобных денежных средств, эквивалентных участию, например, на республике или муниципальных образований, в данном случае городом. Конечно, это надо реализовать. Я, Анатолий Васильевич, полностью поддерживаю эту инициативу, и считаю, что она нуждается в дополнительной проработке, конечно, но, тем не менее, еще раз повторить, такой опыт есть, я считаю, что этот опыт на определенной категории граждан должен дальше транслировать. Ну, давайте вместе работать. Арслан Александрович, пожалуйста. Здравствуйте, я уже несколько раз поднимал вопрос на заседаниях Народного хурала, там по нормативам у нас должно быть пять человек минимум работать, сейчас там только двое работают, и причем материально-техническая база тоже требует немедленного мешающего в этой ситуации, потому что все мы знаем, что дети – это наше будущее. И также вопрос, вот при первом нашем знакомстве, Юрий Викторович, я вам задавал вопрос по поводу понижения стоимости энергетарифов как для физических лиц, так и для нашего бизнеса. Почему? Потому что у нас один из самых высоких тарифов вообще не только по югу, а вообще по всей России, тем более сейчас, благодаря усилиям, в том числе, нашего коллеги, депутата Пасминова, Артана Борисовича, со следующего года Калмыкия уже будет вырабатывать свою электроэнергию, и также, как вы, как хозяйственник и именно специалист в энергосфере, тоже обратите на это внимание. Ну и также, напоследок, хочу пожелать Белой Дороге в вашей непростой работе, надеюсь, на благо нашей республики. Спасибо. По электроэнергии, вот, просит он более четче понять, и нам надо понять, потому что много задается вопросов до сегодняшнего дня. Спасибо, уважаемый Артан Александрович, спасибо за поддержку. Значит, что касается тарифов, естественно, я в своем докладе это отметил, это одна из основных причин, препятствующих развитию инвестиционного климата в республике, потому что, как правильно уважаемый депутат отметил, тариф для прочих потребителей, а это фактически бизнес, а в нашем случае это малый и средний бизнес, находится на самом высоком уровне в России. Правительством республики Калмыкия были предприняты и в том числе внесены в комплексный план индивидуального развития республики мероприятия по снижению тарифа. Была получена поддержка наших инициатив со стороны Министерства энергетики и лично Министра энергетики Александра Валентиновича Новака. Не так давно мы получили полную поддержку Федеральной антимонопольной службы в лице руководителя службы Артемьева. Более того, в этом письме был поддержан один из предложенных нами вариантов по снижению тарифов на энергоресурсы, в данном случае на электроэнергию. Ну, наверное, Анатолий Алексеевич, я здесь в подробности не буду вдаваться, если кому-то это интересно, я могу в двух словах рассказать, что это такое. Но я считаю, и каким образом мы планируем снизить тариф? Главное, какой результат ожидаем? Ну, результат, это существенное снижение тарифа. А в данном случае, имея тариф в объеме практически 10 рублей киловатт-час для прочих потребителей, это будет любой рубль, это значительное снижение. И здесь я еще раз повторю, главным результатом этого я вижу улучшение инвестиционного климата и привлечение новых инвестиций бизнеса, в частности, мелкого и среднего. В том числе и нашего бизнеса. Да, поэтому я могу сказать, работа идет самая плотная, она сейчас уже, вот результаты вот этой работы сейчас находятся практически на уровне председателя правительства Российской Федерации. Сейчас будет рассмотрение у, в ближайшее время у одного из заместителей, и мы выходим уже на уровень председателя правительства. И мы надеемся, что будет принято решение, наша инициатива, и там будет поддержано. Спасибо. Юрий Причин, я хочу напомнить, что Анатолию Васильевичу когда-то уже удалось снижать тарифы для республики, и, в принципе, можно у него спросить советы, как это сделать правильно. Не, ну мы советуемся, чтобы ты знал. Спасибо. Есть еще вопросы? Обязательно, да. Есть, пожалуйста, Владимир Львович, пожалуйста. Добрый день, Анатолий Васильевич. Три вопроса, я как работник спорта. Первый вопрос. Финансирование спортивных мероприятий, это проведение учебно-классовских сборов и самих соревнований. Обычные деньги выдают после проведения. Это влияет на результаты и на качество проведения мероприятий. Первый вопрос. Второй вопрос. За тот год наши воспитанники, став чемпионами России, Европы и международных соревнований, не дополучили за полгода премиальных стипендий. Второй вопрос. И третий вопрос. Возможно ли осмотреть в правительстве, и мы как депутаты, осмотреть поддержку тренеров на селе. У нас есть программа поддержки врачей, программа есть политические преподаватели. И вот эти, то есть не третьи, а вот предложение поддержать тренеров на селе. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, очень важный вопрос. Мы там о сельском сборке много говорим, но иногда не имеем возможности там иметь ставки или попали сцерных людей. То есть вот сама идея неплохая. Мы с ней, кстати, в партии вышли там с инициативой. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович, за вопрос. Вы абсолютно правы здесь. То, что есть кредиторка перед теми спортсменами, которые выступили, не просто выступили, а достойно представили республику на тех или иных соревнованиях, она недопустима. И если уважаемый хурав доверит мне продолжать работать, я обязательно этот вопрос рассмотрю. Кредиторки быть не должно. Тем более кредиторки, которые длится месяцами. Это просто недопустимо. Что касается в целом развития спорта, то, опять же, в комплексном плане развития республики на спортивные мероприятия заложено более миллиарда рублей, где реконструкция предусмотрена и спортивных залов, и строительство площадок. Я бы хотел отметить не только относящихся к спорту больших достижений, но и то, что для нас, наверное, основным является, является основным для популяризации здорового образа жизни, именно вот обычных дворовых спортзалов, но достаточно хорошо оснащенных площадок и так далее. То есть здесь мы надеемся на понимание при согласовании этого плана, и здесь это будет все учтено. Что касается тренеров. Этот вопрос мы рассматривали где-то месяца три назад. Этот вопрос сейчас стоит на повестке, но тут кто-то правильно сказал, земский тренер. Это все должно быть вкупе, потому что и мы это сделаем на самом деле, и наше министерство финансов, я имею в виду республики, нас в этом плане поддерживает. То есть в комплексе обеспечить компенсацию тех заработков, которые существуют у нас. У нас есть спортивные тренеры, есть учителя музыки и так далее, учителя танцев. И вот мы хотим именно такое комплексное предложение предоставить, где вот эти затраты, эти доходы, вернее, будут в дальнейшем индексироваться. Поэтому эта работа ведется, скажу сразу. И вот в ближайшее время мы ее... Спасибо. ...к вам в том числе и Хуралу, наверное, предоставим. Еще вопросы? Пожалуйста, нам, Сергей Викторович. Я дала вопросы по энерготарифам. Здесь речь идет о том, что вы сказали, снижение на рубль это достижение. Ну, действительно, это так, да, на сегодня? Это как пример. Мне бы хотелось бы, например, я бы предложил вам сделать так, фиксацию, скажем, тарифа на 7 лет. Потому что, если сегодня мы снизим на рубль, а завтра повысим на полтора, то есть оно для населения ни о чем. Населению вообще непонятно будет. Ну, снизили, через полгода повысили, да. Поэтому, если вам удастся там фиксировать на какой-то длительный срок, а тарифы все равно будут расти, тогда населению будет понятно. Или привязать, скажем, к какой-то соседней области. Вот, скажем, тариф Ростовской области и плюс 30%, не более. Тогда тоже население будет понятно. Мы все знаем, что тариф там в Волгоградской области 5 рублей на сегодня, да. А у нас 10 с копейками. Поэтому, если 5 плюс там 30-40%, нам будет понятно. И производственникам, и жителям республики. Вот как-то вот такие какие-то показатели, чтобы... Ну, это мое пожелание. Вопрос второй. О, вот вы сказали, есть... Создать указание там регионального фонда развития промышленности. Вот, я хотел бы услышать, из каких средств и по объемам, по годам будет формироваться такой фонд. И на какие объекты? Есть план? Ну, смотрите, да. Спасибо за вопрос, уважаемый Анастасий Викторович. Значит, ну, пожелание я ваше услышал. Здесь, к сожалению... Ну, во-первых, прежде всего, население у нас получает... Имеет фиксированный тариф. Мы сейчас говорим не о населении, а о промышленности. Ну, абсолютно правильно сказали. Любая промышленная продукция, она, естественно, своей ценой, увеличением себестоимости, куда включен тариф, влияет в том числе и на население, которое вынуждено платить за эту продукцию более высокую цену. Вот. Я это понял. Мы это тоже обсуждали, то, что вы говорите, и каким-то образом комбинировать и с соседними областями. Это достаточно сложный вопрос. Действительно, долгие годы он не решался. Поэтому я ваше пожелание, ваш наказ понял. Мы этот вопрос, естественно, будем отрабатывать. Что касается фонда, значит, формируется он следующим образом. Во-первых, этот фонд создается по согласованию с Минпромторгом России. Значит, фонд формируется 6% это средства фонда, формируется это 6% республиканского бюджета, остальное средства, доведенное из федерального бюджета. Крайне мере, пока на сегодняшний день концепция такая. От республики, единственное, требуются затраты на содержание этого фонда. Ну, то есть, текущие зарплаты и так далее, коммуналка. Что касается конкретной программы, ну, вот, вы знаете, когда этот фонд будет создан, этот фонд именно и создан для того, чтобы привлекать инвесторов. Вот на сегодняшний день, например, пока этот фонд еще не будет создан, я считаю говорить об этом преждевременно. Вот, у нас и так достаточно инвестиционных проектов, которые предусмотрены индивидуальным планом. А там, конечно, когда будет фонд создан, вот, и когда предприниматель или инвестор будет чувствовать, что он получит уже федеральные и целевые деньги под свой бизнес, тогда мы уже можем говорить о какой-то конкретике. Но пока этот фонд, впрочем, как еще один фонд, это содействие обманутым дольщикам, он сейчас в стадии регистрации находится. Вот, вот, пока так. Понятно, да? Спасибо. Следующая, да. В дальнейшем я готов уже поэтапно. Спасибо. Арслан Андреевич, и на этом завершаем вопрос. Борисович. А я же сказал. Да, Арслан Борисович и Салаев, и завершаем вопросы. Переходим к выступлениям. Значит, лаконично. Прошу лаконично. Не знаю, постараюсь. Добрый день, уважаемый Патус Сергеевич, Антон Васильевич, Юрий Викторович, коллеги, приглашенные. Юрий Викторович, Вы в своем докладе очень много внимания уделили поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы все знаем, что в прошлом году открыт Дом предпринимателя, и в принципе это стало, таким сказать, неплохой точкой входа для предпринимателей. Но это точка входа в части господдержки, да, и она на самом деле уже показывает результаты и в этом году. Но я вот сейчас вот как руководитель опоры России и общественной организации предпринимателей, нас здесь, кстати, двое в депутатском корпусе, членов опоры России, хотел бы как раз-таки поговорить с вами в части вот именно взаимодействия, потому что вообще российская практика по другим регионам показывает, что непосредственно вот именно общественная организация очень плотно как бы взаимодействует с правительством региона. Соответственно, у меня прям сразу даже предложение заключить некое соглашение о взаимодействии регионального отделения опоры России, соответственно, с правительством республики, чтобы наши, так сказать, предприниматели понимали, ну и, соответственно, члены опоры России понимали, что помимо того, то что есть инструменты по получению господдержки, то в то же время есть и некая коммуникация с правительством, аналогично пользуясь ситуацией, здесь у нас сейчас находятся как раз таки руководители прокуратуры и МВД, соответственно, вам также хотелось бы тоже такое же предложение адресовать по заключению соответственно аналогичного соглашения, это вот то, что первое я хотел сказать, второе тоже, то, что вы в своем докладе немало уделили в честь инвестиций и инвесторов, многие знают, я тоже этим занимался, занимаюсь, в части этого, во-первых, хотелось бы выразить свою благодарность Юрию Викторовичу, потому что за этот период он уже показал свою заинтересованность первых дней, потому что не разу, так сказать, подходил к Юрию Викторовичу и вопросы реально решались довольно-таки быстро и эффективно, это оценили непосредственно инвесторы, их слов тоже в вашу честь, соответственно, слова благодарности, но мне вот интересует вот дальнейшее, так сказать, выстраивание взаимодействия тоже этого института с инвесторами, потому что на самом деле это очень важно для региона и понимание, соответственно, и для жителей, непосредственно для инвесторов как внутренних, так и внешних. Афан Горьевич, поконкретнее, я же просил лаконичность дать, пожалуйста. Ну, в принципе, это и есть, наверное, конкретика. Давайте, конкретику. Да, дальнейшее, соответственно, взаимодействие института. Все, спасибо. Спасибо, Афан Горьевич. Ну, опора России вообще, для меня лично, это не сторонняя структура, я знаю, как она работает, я знаю, как работает Калинин. Вот, и если эта структура будет, она таковой и является, будет вот тем мостом между исполнительной властью и бизнесом, потому что вы правильно говорите, когда некоторые вопросы, вернее, некоторые проблемы, я узнавал лично от вас. вот, и потом где-то даже какой-то документ, который необходим, я вам, уважаемые коллеги, скажу, это был вопрос, как раз у нас два крупных инвестпроекта, реализуемых на территории, это метрики и солнечные батареи. И вот я вот только от Арслана Горьевича узнал, что есть какая-то проблема. Естественно, мы подняли все, нашли первопричину этой проблемы и ее устранили. Более того, это было крайний раз, это было вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Вот, поэтому, естественно, вы здесь в данном случае сами на свой вопрос отвечаете. То есть, у вас есть желание взаимодействия, у нас есть желание это взаимодействие поддерживать. И абсолютно я здесь согласен, что вот именно этот мост должен быть. Пожалуйста, я открыт и диалогу, и именно вот взаимодействие. Спасибо. Салаев Бадмакатиныч, Бакинова соглашение с нами, и вопросы завершаем. Затем короткие выступления, пожелания и принятие решений. Пожалуйста. Добрый день, Батас Сергеевич, Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Ну, у меня, наверное, будет вопрос, вопрос пожеланий. Юрий Викторович, вот пожелания следующего характера. Вот вы сегодня изложили стратегию развития или подходы к стратегии развития, потому что стратегия это основной документ, который определяет не только вопросы текущего характера, он самое главное определяет точки роста в Толмыкии и, самое главное, связанным с будущим нашей республики. В связи с этим у меня пожелания и вопрос. Вот новому правительству обратить внимание на поддержку и развитие исследовательской деятельности школьников, формирование проектных команд по научным проектам студенческой молодежи и определение приоритетных научных направлениях, связанных с сельским хозяйством, с экономикой, в научных наших организациях, учреждениях и в нашем Калмыцком университете. Я не случайно, уважаемые депутаты, обратил внимание на три категории, на три группы. Это дети, это молодежь и это сформировавшая сегодня научная интеллигенция. Мы сегодня должны обратить внимание на инновационную деятельность. Сегодня без науки и без инновации сегодня говорить о развитии очень сложно. Имея сегодня в портфеле Калмыцкого государственного университета 100 поддержанных проектов на федеральном уровне, причем они привлекли в Республику Калмыкия эти проекты, это точнее идеи молодых людей, за 5 лет порядка 100 миллионов рублей, возникает вопрос коммерциализации данных проектов, на которые получено уже сегодня свидетельство, на которые уже получены патенты. Итак, вопрос и предложение. Все это необходимо саккумулировать и в части принятия отдельные программы. Сегодня программа, есть принята сегодня национальная программа наука в Российской Федерации. Так вот, нам необходимо в ближайшее время принять свою программу развития науки и инновации Республики Калмыкия. Все это позволит, я имею в виду программу, позволит решить самую главную задачу. Это выйти обоснованно на новый уровень развития, а самое главное, заниматься отбором, сопровождением, поддержкой научных кадров, научной интеллигенции Республики Калмыкия. Нужна отдельная программа. Пожалуйста, вопрос вот так, шли к нему, в конце концов, вот так звучит. Ваш подход. Ну, Банмак Атимович, абсолютно согласен с Вами. И даже то, что я в своем докладе помянул Кванториум, который мы сейчас создаем, и более того, планируем три передвижных Кванториума сделать, это что это? Ну, здесь в данном случае это скорее, наверное, больше к цифре относится, к цифровой технологии. Ведь о том, о чем Вы говорите, более ста, назовем их так, стартапам, которые у Вас здесь уже, фактически Вы говорите, они одобрены, а раз они одобрены, значит, они уже готовы к реализации. Вот. Вот я считаю, именно под это вот эта программа и нужна. Потому что развитие науки, уже все давным-давно за нас развили, но то, что сейчас делает молодежь, то, что вот такой результат, как Вы говорите, он существует, под него нужна программа, и эта программа, прежде всего, должна включать в себя финансирование, финансирование тех стартапов, тех идей, и развитие вот этих вот, и даже более того, я тоже в своем докладе упомянул, там, Минэкономразвитие планирует выделить там 250 миллионов, это вот как раз те микрокредиты, скажем так, потому что многим ребятам много не надо, там, дал 500 тысяч, он что-то уже раскрутил, дал еще там миллион, он принес тебе готовый бизнес, например. Вот, то же самое, пусть обращаются, давайте, а мы с Вами в ближайшее время, я еще Вам отдельно скажу, по нашему плану соберемся, а потом еще поедем в Москву, потому что у нас уже есть договоренность под руководством Бату Сергеевича, такую стратегическую сессию с Минэкономразвития, я там упомянул вкратце в своем докладе, вот, там же тоже участвуют Ваши ребята, а это уже стратегия, поэтому я полностью поддерживаю это, и более того, за, только за то, чтобы ширить взаимодействие, поэтому вот я за. Спасибо. Пожалуйста, Глава Александровна, уважаемые коллеги, и готовимся к поступлению. Уважаемый Бату Сергеевич, уважаемые коллеги, у меня три вопроса к исполняющему обязанности председателя правительства Юрию Викторовичу Зайцеву, поскольку сегодня, обсуждая и предмет на заседании фракции «Единая Россия», фракция «Единая Россия» определилась своим решением, и тем не менее, мы хотели бы увидеть ответы на следующий вопрос. Для нас, как для депутатов Народного Хурала, настольной книгой является послание президента Федеральному Собранию. Сегодня, выслушав подробно Ваше выступление, все-таки хотелось бы услышать одно из важных направлений, о котором сказал президент страны, это поддержка муниципальных образований. Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, сколько средств предусмотрено на поддержку муниципалитетов? Второй вопрос, это вопрос развития сельского хозяйства, мы сегодня с Вами обсуждали, один из коллег моих тоже должен был озвучить этот вопрос, к сожалению, сегодня в рамках национального проекта, отдельного национального проекта по развитию АПК нет, но есть комплексная программа развития сельских территорий. Предусмотрено достаточно огромное средство, миллиарды рублей, в том числе и на создание инфраструктуры сельских муниципальных образований. И третий вопрос, Юрий Викторович, планируется ли правительством Республики Калмыкия в ближайшей перспективе повышение заработной платы работникам бюджетной сферы? Спасибо. Спасибо. В любом порядке, Юрий Викторович. Можете отвечать. Ну, давайте я сельхозподдержки, сельхозпроизводителей. Ну, у нас достаточно обширный пласт мероприятий по поддержке заложен по Министерству Сельского хозяйства, заложен именно в комплексном плане. Значит, я вам сейчас могу сказать, это 2,3 миллиарда, круглосмотрено. Туда входят и мероприятия по мелиорации земель, туда входят мероприятия по реконструкции Чиграевского водохранилища, туда входит и, ну, потенциально, скажем так, и Терско-Кумский канал. Значит, это что касается сельхозподдержки. То есть мы сейчас вот эту программу, вернее, вот эту вот именно составляющую программы, ну, с Минсельхозом мы практически там, не практически мы ее согласовали, и сейчас мы ее ждем утверждения уже на уровне правительства Российской Федерации. Что касается, значит, бюджетников, увеличение, ну, знаете, у нас любые компенсации и в том числе и увеличение заработной платы или той или иной доходной составляющей, они естественно идут у нас только в рамках законодательства. И то, что вот мы приняли, например, летом по пенсионному обеспечению госслужащих, вот, ну, мы просто привели фактически то, что существовало законодательство республиканское с федеральным законодательством. Поэтому, ну, в рамках этого я сейчас, ну, наверное, цифры вам не скажу, вот, пока не хочу их говорить, вот, но тем не менее, то, что предусмотрено законодательством, то, что, как вы правильно говорите, было заявлено президентом Российской Федерации посланием в федеральном собрании, естественно, мы будем безукоризненно выполнять. И в том числе, ну, конечно же, прежде всего, с вашей поддержкой, с вашего одобрения, прежде всего. Так. Ну, и по муниципалитетам. Поддержка муниципальных образований, как мотивационная или как компенсационная, как угодно. Ну, в любом случае, сейчас, если вы хотите по муниципальным, по каждому там цифрах, ну, тоже, наверное, пока я вам не скажу, но могу подтвердить одно, что вот по этому году, по крайней мере, тот период, пока я работаю, мы даже, если честно, превысили тот объем субсидий, который у нас был предусмотрен по некоторому муниципальному образованию. Почему? Потому что вот те, наверное, замечания, которые были нам, озвученные во время посещения федеральными министрами, вице-премьером Российской Федерации, они, естественно, все носят монетизированный характер. Поэтому, так или иначе, мы это планируем делать. Ну, объемы, наверное, предусмотрены в бюджете, но я вам доложу, когда мы будем бюджет утверждать. А так, еще раз повторю, проблем здесь нет. И главы муниципальных образований, и районов, и бывают у меня, и у них бывает и форс-мажор, еще раз говорю, есть поручения, которые не были предусмотрены заранее в бюджете, например, 2019 года, но мы дополнительно их субсидируем, потому что мы обязаны это выполнять, выполнять те протокольные поручения, да и просто помогать в реальных ситуациях, которые, ну, к сожалению, я узнавал. Ну, там соглашение есть у вас? Конечно, конечно, обязательно. Поэтому... Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, вопрос есть, завершены, переступаем к выступлениям. Мы вот так пошли с вопросами, давайте мы с выступлением пойдем отсюда. Значит, чтобы было по желанию, да? Пожалуйста, Владимир Махачинович. А, Николай Иванович, я извиняюсь. Пожалуйста. Добрый день. Юрий Викторович, мы с вами сегодня побеседовали в течение полчаса. Значит, у меня есть предложение вообще, в принципе, рассмотрение кадра к вопросу бюджета, стратегии социально-экономического развития, значит, рассматривать в течение двух-три дней, потому что за полчаса невозможно не выслушать человека, невозможно задать вопрос. Это по желанию. Я по желанию в целом говорю. Значит, ну первое предложение, Юрий Викторович, мы уже разговаривали, значит, есть ли возможность, например, свести все национальные проекты, значит, так, на уровне республики, значит, в одну комплексную программу под ответственность председателя правительства. В связи с этим, Бату Сергеевич, значит, вы предложили сегодня кандидатуру Юрию Викторовичу, естественно, конечно, несете за него ответственность за все провалы правительства, за все недостатки и за все успехи. Но я хочу обратиться к коллегам. Сегодня, давая согласие, значит, на представление про руководителя главы республики Алмыки, мы тоже с вами несем ответственность за все провалы и за то, что, например, Юрий Сергеевич в будущем будет делать. Сегодня вы здесь задавали опросы, просили деньги и все остальное. Но я думаю, что Юрий Викторович не хотел вас обидеть, хотел, значит, сделать так, чтобы все ваши хотелки удовлетворить. Но на сегодняшний день, вы все прекрасно понимаете, правительство сегодня руководит народно-хозяйственным комплексом, на котором сегодня очень много проблем. И, естественно, взвали на себя эту ношу, он несет ответственность не только перед нами, но и перед всем колумбатским обществом и перед федеральными органами. Поэтому я бы желал бы сегодня, если, например, вас, так сказать, дадут согласие на ваши, значит, удовлетворят просьбу нашей главы, то в будущем, конечно, это очень тяжелая ноша, и вам очень трудно придется, мы вам об этом сегодня высказали свое мнение. Поэтому у меня еще одно предложение. Вот со стратегией социально-экономического развития, которую сегодня делает наш опорный университет. Мы его в течение, по-моему, двух-полутора лет об этом говорим. Вот обратно вернули его на доработку, значит. Но я бы хотел, чтобы вы туда подключили отрасевых министров. Это, ну, по крайней мере, значит, я дважды был, значит, на этом, но, значит, замы, два зама появилось, а остальные, значит, министры каким-то образом, значит, увели это. Значит, непосредственно, чтобы они руководили, и самое главное, чтобы они в комплексном плане развития, значит, участвовали непосредственно, потому что им это все выполнять. И еще один вопрос, который уже долго стоит, значит, это софинансирование, значит, ФЦП и тех региональных и других федеральных программ, которые у нас проблематичны уже в течение последних, значит, пяти-десяти лет. Мы говорили уже о фонде, создании, о создании фонде. У нас, извините, даже пяти процентов, кстати, насилия мы не можем сделать, когда есть возможности участвовать в государственных программах республики по тем направлениям, по которым у нас насущные, и которым необходимо это работать. Вот. Ну и пожелание будет. Последнее, я думаю, что глава республики, хурал, правительство должно работать в унисон, взаимодействовать. Почему? Потому что на сегодняшний день мы уходим в тяжелейший цикл, когда нам необходимо, во-первых, создать правительство, во-вторых, значит, наметить стратегические задачи, которые стоят уже, уже определены они, это и водоснабжение, значит, и обеспечение по муниципалитетам стоят. В этом отношении мы должны, значит, четко, ясно понимать, не только глава и не только председатель правительства будет отвечать, но и хурал, который, извините, на митингах, значит, так, полощут нас по всем, так сказать, каналам. Спасибо. Спасибо за то, что полощет, да? Спасибо. Анатолий Васильевич. Уважаемые коллеги? Нет? Нет, нет, выступления нет, нет, спасибо. Значит, да, выступления, прошу, хочу, чтобы они были лаконичными, конкретными. Хорошо. А, Б, В, первое, второе. Значит, все это фиксируется, записывается, все это протокольно уйдет председателю, главе, мы и так далее. Пожалуйста. Да, действительно, это пожелание, поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, есть такая народная поговорка. Кельдгнён, кельдгинтота. В переводе означает следующее. Говорящих и критикующих очень много, а людей, которые могут взять на себя ответственность, к сожалению, их единиц. Вот как раз сегодня мы рассматриваем кандидатуру Юрия Викторовича на должность председателя правительства, поскольку действительно груз ответственности он велик. В связи с этим, уважаемые коллеги, я прежде всего хочу обратиться к вам, к нашим депутатам, к своим коллегам. Когда мы выезжаем по районам, по населённым пунктам и встречаемся, наше население сегодня не делит, не определяет, законодательна ли это власть, исполнительна ли это власть. Если где-то не сработало, если где-то чем-то недоволен или не выполнит ту или иную задачу, или ту или иную проблему, не деляя, не разделяя на муниципальную или исполнительную власть и законодательную власть, все эти вопросы и замечания они адресуют главе Республики В связи с этим мое обращение следующее. Уважаемые коллеги, нам как никогда необходимо усилить, а я бы сказал бы активизировать именно взаимодействие органов исполнительной власти и законодательной власти. Как никогда, уважаемые коллеги, нам необходимо взять на себя ответственность и консолидировать свои усилия для того, чтобы не снимали мы с себя ответственность. Я не призываю, но я обращаюсь к вам. Не снимая ответственности, а прежде всего брать на себя ответственность, в том числе как и депутатам народного хурала. В связи с этим, уважаемые коллеги, мне пожелание к вам, Валерий Ильич. Я хочу пожелать от нашего большого, огромного коллектива и лично от себя пожелать вам здоровья, пожелать вам терпения, уверенности именно в реализации намеченных планов. Спасибо. Спасибо. Коллеги очень переживают. Это очень хорошо, что два выступающих и такой посыл общими усилиями решать те проблемы, которые мы вводим в отдельную программу. Правительство России буквально на днях примет, даст добро, одобрит все пункты отдельной и идеальной программы. Ну, я думаю, мы с вами многие были участниками подготовки этой программы. Это движение действительно будет вперед, дай Бог, чтобы она сбылась. Движемся дальше. Желающие выступить, пожалуйста, Ольга Юрьевна. Здравствуйте, дорогие коллеги. У меня пожелание, в первую очередь, как руководитель Центра дополнительного образования, обращать внимание, да, я знаю, что у вас есть в вашем докладе, было, наше подрастающее поколение, в частности, одаренных деток. И то, что вы говорили о создании понториума, да, конечно, хочется, чтобы это создавалось и работало, не было для галочки, и создавалось именно для детей. Потому что там, вкладывая уже сегодня в развитие наших деток, мы вкладываем в развитие республики в целом, в будущем. Именно они будут править нашей республикой уже в ближайшее будущее. И второй момент, акцент, я хотела бы сделать, конечно, на многодетных семьях, на Центре института поддержки семейных ценностей. Прежде всего, обращаю внимание на то, что я знаю, что выделялись земельные участки нашим многодетным семьям, но до сих пор, к сожалению, во многих участках нет коммуникации. И поэтому я прошу обратить внимание на эту категорию наших граждан. И, конечно, пожелаю вам удачи в вашем нелегком пути. Спасибо, Ольга Юрьевна. Движемся. Еще желающие выступить? Так, пожалуйста, Настя Илья Викторович, пожелания ваши. Вот, продолжая тему энерготарифов, у нас простые крестьяне, стоянки которых находятся там в радиусе двух километров от соседних областей, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, они подпитываются, проводят сети сами и питаются электроэнергией от соседей по очень низким тарифам. Нельзя ли это превратить как бы такую в государственную политику, да, Калмыкии? Тут надо разговаривать с хозяевами сетей, потому что сети у нас старые, но Калмэнерго, да, они принадлежат. Вот, есть, но вообще обслуживание, вот я там больше 30 лет работаю уже в бизнесе, обслуживание становится все низким и низким, да, то есть появляются энергетики сегодня, которые вообще ни в трансформаторе не понимают, ни наладить его не могут, и нагрузки не могут рассчитать и просто, просто безграмотные люди. Это становится большой проблемой. Мы везем энергетика с соседнего района, а там этот местный не разрешает ему туда вторгаться, там все закрыто, вот, поэтому вопрос-то можно решать, то есть люди, для нас не проблемы, мы можем и сети сами отстроить, но может быть вопросы какие-то компенсации предусмотреть, и соседние области даже готовы сегодня компенсировать. Я разговаривал, они говорят, ну, построи сеть, мы тебе там за 10 лет деньги вернем, нам нужен потребитель. Тем более, ну, когда такие объекты там серьезные, не просто стоянка, а там откормочник большой или теплица и так далее. Поэтому варианты есть, их надо, над ними надо работать, это и пожелание, и, значит, с моей стороны, по тарифу. Вопрос у меня, сколько еще к нам приедет членов правительства со стороны? Как вы планируете? А то люди говорят, что еще ожидают 4 министра, еще там 2, разные слухи идут. Конечно, мы хотели бы знать ответы на эти вопросы, и потому что следом рождаются другие слухи, что они живут в дорогих гостиницах за счет бюджета, там, может правда, а может неправда. Ну, разговоры такие есть, их надо закрывать, что тянуть и недовольство рождать. Все нормальные люди скажут нам, не платят бюджет, но мы успокоились. Спасибо. Но это пожелание, я думаю, буквально после утверждения представителям правительства будет брифинг у нашего кандидата, и он обязательно об этом скажет. Коли есть пожелание такое, надо обязательно об этом сказать. Я думаю, вот глава республики здесь, он тоже скажет несколько слов, и думаю, что он в ближайшее время подпишет документы, и мы сможем уже работать с Юрием Викторовичем в форме той информации, о которой вы говорите. Батус Сергеевич, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие. Во-первых, хочу поздравить с прошедшим праздником представителей АПК, а в депутатском корпусе представителей этой отрасли достаточно много, и все-таки важно отметить, что это основа нашей экономики, это драйвер нашей республики, он и был, и есть, и будет, поэтому считаю своим долгом вас поздравить, поблагодарить за ваш вклад, за то, что трудитесь, и знаем не понаслышке, что труд тяжелый, тем не менее вы не отступаете от своего дела, самоотверженно продолжаете вносить вклад в развитие и отрасли, и, соответственно, республики. Во-вторых, хочу сказать о том, что все-таки прецедент консолидации, нашей общей консолидации, он уже состоялся. То, о чем сейчас многие подчеркнули, о том, что нужно взаимодействовать, и настало это время, а прецедент состоялся в период предвыборной кампании. Мы все показали, что мы одна команда, и мы можем объединиться, веря в общую цель, идею, и первый шаг для этого сделан. Исходя из подробного доклада Юрия Викторовича и из тех вопросов и выступлений, и пожеланий, которые я здесь услышал, я понимаю, что всем нам предстоит сложная работа. Работы очень много. Я хочу поблагодарить Юрия Викторовича и всю его команду за то, что уже задел сделан, несмотря на непростые условия в ходе предвыборной кампании, все-таки будем называть вещи своими именами, политика из политика, тем не менее задел уже сделан. И, допустим, приезд всех федеральных министров, их визиты были не просто так, не для галочки. Действительно, от этого есть толк. Действительно, движение пошло, а сейчас наше общее задание, и ваше в том числе, уважаемые депутаты, все это дорабатывать, где-то, ну, скажем так, вы все понимаете, что нужно включаться, включаться в работу, напоминать о себе, требовать, убеждать, присутствовать, личное присутствие. Поэтому работа, как нам пожелал Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, что сейчас начинается самое интересное. Сейчас предстоит тяжелая работа, и трудиться нужно напряженно, сконцентрировано. И убеждаю вас, что нас ничего и никто от этой работы не отвлечет, не собьет нас с этого пути. И очень хочу вам пожелать, находясь здесь, в парламенте, в Хурале Республики Алмыкия, хочу пожелать, чтобы ваша площадка была одной из самых основных площадок для поиска и для принятия важных решений. Потому что очень важно своевременно принимать решения. И, конечно же, важно, чтобы эти решения были наиболее правильными. И я очень рад тому, что сегодня много услышал конструктивных, дельных приложений. Мне кажется, что сейчас и настал тот этап, когда, несмотря на то, что, может быть, кому-то все-таки хочется, но тем не менее, вы отбросили это ненужное, а сосредоточились именно на основной задаче, чтобы... Задача, заключающаяся в том, что Республику нужно выводить на другой уровень. Поэтому всем хочу пожелать сделать правильный выбор, ответственный выбор. Кстати говоря, спасибо за то, что напомнили о том, что на сегодняшний день вся ответственность, ответственность за Республику, за все, что здесь происходит, она на мне. И я эту ответственность готов нести. Поэтому призываю в этом смысле быть солидарными и также совершать те или иные решения. Всем желаю успешной работы. Спасибо. Спасибо, Бату Сергеевич. Уважаемые друзья, мы подходим к завершающей части, к принятию соответствующего решения. Ну, буквально два слова мне, как председателю, позвольте. Мы послушали действительно вот такой стратегический материал Юрия Викторовича. Он уже поработал шесть месяцев и уже почувствовал вот те направления, тот вектор, по которому надо особо обращать внимание. Значит, когда вот задали вопрос по селу, он наряду с тем, что уже делается, он отметил вот те направления мериративные, которые помогут двигаться вперед. Без воды мы здесь и без щеграя, и без канала, и без растительного, в сельском хозяйстве двигаться не сможем. Поэтому программа мерирации серьезная, мы ее поддержим. Мы об этом с Бату Сергеевичем обывалили тоже эту задачу. Значит, и мы найдем ресурсы, чтобы это направление действительно поддержать. Ну, вы знаете, вот индивидуальный план республики, который я вот в реплике говорил, он очень важен. И вот здесь та работа, которая сегодня руководитель исполнительной власти там прокручивает, мы обязательно будем поддержать и сделать правовое сопровождение всех этих намерений. Без правового сопровождения, без финансовой поддержки нашей части ничего не получится, будет философский разговор. Поэтому мы тоже готовы, Юрий Викторович, здесь с вами работать. Но есть и задачи конкретные, небольшие. Вы заметили, в выступлениях депутатов были вот точечные пожелания и точечные выступления. Очень важно. Я тоже был в пятницу в приютном. Понятно, водой занимается, сейчас сегодня глава, Владимир Сергеевич, вы занимаетесь, ваши помощники, федералы нас поддерживают, уцепились, дай бог, чтобы было это практически правильно все. Значит, ну есть вопросы локальные, которые мы можем порешать. В приютном. Ну, со временем, там программу перебросим, в другую программу войдем, найдем, может быть, решение глобальное по приютному. Но там же простое есть решение, скважины. Их надо решать. Одна скважина 3 миллиона, это что, проблема что ли? Это инициатива и сила правительства. Вот мы с Батой Сергеевичем сегодня на эту тему обменивались. Вот действительно, и люди говорят, ну, вы нам локально решите то, что можно. И браться за это смело, не надо этого бояться, не слушать чего-то, надо вас поддержать, вам изменения в бюджете, давайте мы будем каждый день собираться. Каждый день будем собираться. Ну, а в целом, я думаю, депутаты наши позитивно смотрят на вашу работу, я же тоже наблюдаю, смотрю, и вы устраиваете за главой работу, мы вот готовы, доброе намерение поддержать, мы площадка, должны быть стабильности. Все предложения, если они реальны, должны быть реализованы, не для каких-то политеса, а для конкретных дел. Если это электроэнергия, электроэнергия, вода, вода, люди, люди, в конце концов, современное образование, современное образование, наука и так далее. Поэтому, думаю, что, думаю, что, лицо ты мне закрываешь где-то. Значит, поэтому, дорогие друзья, намерение, в принципе, мы выслушали. Есть еще желающие сказать реплика? Батус Ильич, пожалуйста. Буквально, все-таки важно с моей стороны отметить, то есть, сейчас много важных вопросов поднималось, и, безусловно, они требуют и более детальных обсуждений, и в этом смысле и я, как глава республики, готов подключаться, и, естественно, Юрий Викторович сегодня это подчеркнул. Вот хочу отметить одно направление, одно пожелание, это вопрос информированности жителей республики. Действительно, мы живем в такое время, когда это нельзя, скажем, с этим нельзя не считаться. Это нужно, во-первых, использовать, с этим нужно работать. Поэтому в этом смысле это касается всех присутствующих здесь, начиная, прежде всего, вас, уважаемые депутаты, то есть, вы проделываете колоссальную работу, и, конечно же, жителям тоже важно знать, либо вы принимаете те или иные решения, вы консолидированы с нашими решениями, пожалуйста, отражайте вашу точку зрения, используйте всевозможные для этого инструменты. Естественно, особый посыл в этом смысле я делаю председателю, вернее, правительству республики Талмыкия и всем остальным. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, прошу, у вас есть проект постановления, прошу определиться с его решением, свою позицию определить по его принятию. Режим голосования включен. Уважаемые коллеги, большинство достигнуто, решение принято, спасибо, уважаемые коллеги, мы надеемся на то, что Юрий Викторович понимает, что доверие есть и аванс определенный, мы же понимаем, потенциал у вас еще до конца не раскрыт, вы его раскроете, с нашей поддержкой, с нашей помощью. Поэтому спасибо большое. Я вас от всей души, от депутатского корпуса поздравляю с избранием, с пожеланием творческой работы. Если хотите, два слова, пожалуйста. Спасибо, уважаемые депутаты, как и Сергеевич, уважаемые коллеги. Естественно, я благодарен за то, что, наверное, какая-то оценка нового труда дана, может быть, не такой срок большой, как полгода. Но, тем не менее, мы действительно, я не говорю я, я говорю мы. Весь наш кабинет министров, все наши коллеги работали в этот период времени на одно дело, на благополучие республики. И здесь было сказано, что больше привлекать министров, допустим, абсолютно правильно, но я могу сказать, что мы, когда формировали комплексный план, мы действительно с министрами, как говорится, и спали, и ели, и в Москву вместе ездили. Поэтому у нас сложилась такая достаточно эффективная и сильная команда. я от лица этой команды хочу вас поблагодарить, всех депутатов, всех коллег, кто меня поддержал. Даже если кто не поддержал, я буду в любом случае трудиться и трудиться в команде, трудиться совместно. И все-таки я думаю, что мы добьемся тех результатов, когда даже не нажимая на кнопку, всем могу сказать, да, поддержал, да, поддерживаю. Или да, поддерживаю, но есть какие-то ошибки, есть недочеты. И давайте вместе работать. Я к этой работе готов, я это делаю искренне, делаю это честно. Еще раз хочу вас поблагодарить, огромное спасибо. Мне было до его очень действительно приятно и конструктивно и самое главное искренне для пользы республики работать. Я продолжу и дальше в таком же ключе трудиться, в таком же взаимодействии с парламентом и с любым другим человеком, у которого есть свое мнение, свое решение по тому, как буду устроить республику, как сделать ее меньше. Еще раз спасибо огромное. От души. Спасибо. Спасибо. Можете присаживаться, можно и водички попить. Да. Присаживайтесь. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мы повестку у тебя завершили, но я все-таки репликой. То, что касается обращения с митинга, мы его получили, мы его посмотрим, части касаемой нас. там по законодательству изменения, возможно, некоторые коррективы в будущем это действительно и нужны. Мы это соизмерим сейчас с федеральным законодательством, посмотрим, как это положено солидному органу. А так, спасибо, уважаемые коллеги, до встречи, всех благодарю за участие. люди, которые влажь, геомиде, влажь, д sleeves, и милэ,